Мы привыкли, что прекрасным пением в живой природе нас балуют только птицы. Оказывается, существуют животные, чьи вокальные данные нисколько им не уступают. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Присаживайтесь поудобнее и мы начинаем! Где-то в районе Суматры и Малайзии люди просыпаются не под пение петухов, а под виртуозное пение обезьян. Эти животные относятся к приматам и находятся на четвертом месте по родству с человеком, сразу после горилл. Речь идет о сиамангах, поющих соло, дуэтом и хором каждый день и не по разу, в зависимости от состава семьи. Концерт начинается с восходом солнца. Для общения между собой вблизи сиаманги используют около 20 жестов и богатый набор мимики. Пение и крики служат для передачи информации на большие расстояния. Приматов хорошо слышно в отдалении двух километров. Издавать громкие звуки им помогает служащий резонатором большой горловой мешок. Исполняемые дуэтом песни длятся до 20 минут. Они не только указывают чужакам на границе домашнего участка, но и помогают укреплять взаимоотношения внутри семьи. Живут эти приматы в тропических лесах. Сиаманги освоились как на равнинах, так и в горах на высоте до 3800 метров. Жители Суматры и Малайского полуострова образуют две различные популяции. Представители этих популяций схожи по внешним признакам, но они имеют различия в поведении. Сиаманги имеют практически черную шерсть. У них самый темный окрас среди всех видов гиббонов. Но мало того, что это певец, так он еще и каскадер. Размах рук с легкостью доходит до полутора метров. Такие мощные лапищи нужны животным не для обнимашек. Длинные руки являются отличным инструментом для паркура по высоким деревьям, с которых обезьяны редко слезают. За раз сиаманги пролетают по 8-10 метров. Единственное, чем наш удалец не вышел, так это габаритами. Размеры тела достигают почти метра, а весят они 14 килограмм. И это при том, что сиаманги – крупнейшие представители своего гиббоньего семейства. Но как же они могут издавать столько звуков? Весь секрет в горловом мешке-резонаторе. Его обезьяны раздувают до размеров собственной головы. Представители вида ведут дневной образ жизни. То есть бодрствуют от рассвета и до заката. В полдень, когда солнце в зените, отдыхают. При этом чистят шерсть друг другу или играют. Отдыхают на толстых ветках, лежа на спине или животе. Короление осуществляется в утренние часы и ближе к вечеру. Животные чрезвычайно социальны и активно общаются в пределах своей семейной группы. Другим семейным группам сообщают громким криком о своей территории. Делается такое, как правило, на границе собственного участка, чтобы чужаки знали, что эти владения заняты. Они имеют стереоскопическое зрение. Это означает, что гиббоны видят предметы объемными и способны точно оценивать расстояние между ветвями во время прыжка. Сиаманги умеют плавать, что не свойственно другим гиббонам. Перепрягивают с ветки на ветку, раскачиваясь на руках. Питаются растительной пищей. Фрукты составляют до 60% рациона. Помимо этого, поедаются 160 видов древесных растений. Это листья, семена, побеги, цветы. В рацион также входят и насекомые. Сиаманги живут в семейных группах, которые состоят из самца с самкой и их неполовозрелых детенышей. Период беременности составляет 7,5 месяцев. Самки чаще рожают по одному малышу. Отцы наравне с матерями заботятся о своем потомстве. Малыши на протяжении двух лет всегда находятся рядом с матерью. А отходить от нее начинают только на третьем году жизни. В это же время самка перестает кормить малыша молоком. Единственным природным врагом является дымчатый леопард. Чтобы не быть им съеденным, обезьяны спят среди высоких крон по соседству с лангурами. Хвостатыми и очень шумными обезьянками, поднимающими ужасный крик при малейшей опасности. Что касается численности приматов, то по переписи 2002 года на Саматре жило чуть больше 22 тысяч сиамангов. Но там лесного покрова больше, чем на Малайском полуострове. А вот в 1980 году этих обезьян в дикой природе насчитывалось 360 тысяч. Значительное снижение численности налицо. В наши дни представители вида обитают на охраняемых территориях. Это национальные парки и заповедники, количество которых доходит до 10. Всем спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Жмякайте большой палец вверх. Берегите природу. И всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok